МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Концерны PSA и FISA наконец завершили откровенно затянувшееся слияние. Его результатом стало создание гиперальянса «Стелантис», который его руководство клянется сделать самым великим автопроизводителем. Впрочем, гонка за объемами продаж окончена, так что под словом «великий» подразумевается рост качества машин. Ценные подробности будут раскрыты позже, когда новообразованная компания огласит свой бизнес-план. Пока же объявлено, что ни одна из 14 марок не будет закрыта, хотя аналитики устали предсказывать, будто первым шагом «Стелантиса» станет забвение полуживых Аборта, Лянчи, Воксхола и мертворожденного Диеса. Чтобы понять разношерстность собравшейся компании, мы даже перечислим все эти бренды. Аборт, Альфа-Ромео, Крайслер, Ситроен, Додж, Диес, Фиат, Джип, Ланча, Мазерати, Опель, Пежо, а также Рэм и Воксхол. Разумеется, перед руководством стоит задача максимально унифицировать модели по платформам и агрегатам, до предела сократив номенклатуру последних. Цель крайне сложная, учитывая необходимость развести марки по нишам. Посмотрим, что из этого выйдет. Заодно понаблюдаем, какие 10 новых электромобилей будут предъявлены публике до конца этого года. Кстати, об электромобилях. Mercedes раскрыл очередную батарейную новинку, коих обещано целое семейство. Однако, именно свежий EQA должен оказаться самой доступной зеленой моделью немецкой марки. Взяв за основу кроссовер GLA, штутгардцы не поленились пририсовать оригинальное оформление передка, а заодно слегка подправить дизайн кормы. Правда, на серьезную ретушь салона с запала и денег уже не хватило. Первое время для заказа будет доступна только одна модификация с передним приводом, одним электромотором и тяговой батареей, запаса которой должно хватать на 400 километров пробега. Впрочем, для фанатов путешествий готовится дальнобойное исполнение, способное отмахать больше 500 километров без подзарядки. Вдобавок немцы анонсировали мощную полноприводную версию. В родной Германии за электромобиль хотят просить около 48 тысяч евро. Сопоставимый по отдаче дизельный GLA стоит 42 тысячи. А значит, новинка определенно будет пользоваться успехом.